Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да-да, что на землю пришла. Открыли выставку в школе небольшим концертом. Для размещения экспозиции эту школу выбрали не случайно. На протяжении трех лет здесь существует кадетское движение, и при воспитании кадетов большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. С ребятами проводят классные часы на тему Великой Отечественной, они узнают о подвигах наших предков. И частью такого воспитания стала эта выставка. Это большой пласт образования и воспитания, то, чего нам сейчас, может быть, не всегда хватает. Не всегда хватает и нам, взрослым, и нашим детям. Поэтому, наверное, недооценить важность этой выставки нельзя. Дата открытия выставки также не случайна. Именно 8 февраля 1946 года, 75 лет назад, на Нюрнбергском трибунале выступил главный обвинитель от СССР Роман Руденко. Он впервые озвучил весь масштаб зверств нацистах на оккупированных территориях. А теперь школьники могут их увидеть на фото и в архивных документах. Здесь десятки фактов о том, как немецкие войска избавлялись от мирного населения, расстреливали, сжигали, уничтожали. Всего за годы войны на оккупированных территориях было уничтожено 13 миллионов человек. Более 11 погибли, еще 2 миллиона умерли на принудительных работах в Германии. Несколько тысяч деревень были стерты с лица земли. Подойдете к любой республике Крым, к Ленинградской области, к Новгороду. И в каждой огромной трагедии, в каждой десятке, когда уничтожать. Ну просто представьте, приехали и уничтожили дом инвалидов. Просто расстреляли и затыкали штыками пожилых людей. Первыми посетителями выставки стали ученики 5-х кадетских классов. Вместе с классными руководителями ребята осмотрели экспозицию и узнали новые шокирующие факты о той войне. Школьники признались, экспозиция их заинтересовала. Все-таки, когда проходят такие выставки, мы больше узнаем о прошлом, что происходило тогда. И наше впечатление может... Ну вот мы становимся другого отношения к людям. Увидели школьники и еще одну выставку. На ней представлены личные вещи солдат, обнаруженные поисковиками в нашем регионе. К слову, один из поисковых отрядов, Владимир, диспозируется именно в 21-й школе. А в минувшую субботу в школе появилась музейная комната поисковиков. В ней еще больше экспонатов, из которых школьники могут узнать о том, какое вооружение было у солдат, как выглядела их жизнь на фронте. Особый экспонат двигателя-истребителя Ла-5. Двигатель был найден в Муромском районе нашей области. Летчик погиб при катастрофе этого самолета. Это был курсант, проходил обучение. Еще перед отправкой на фронт не воевал. И, к сожалению, потерпел крушение. Эту музейную комнату школьники смогут посещать в любое время. А выставка архивных документов проводит в школе всего неделю, а затем переедет в дворец детского и юношеского творчества, чтобы все жители Владимира смогли увидеть подлинные свидетельства той войны. Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».